Это по вопросам приватизации имущества Рижской Думы. Андрис Америкс, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вот поступает потихонечку ваше электронное сообщение. Ева пишет о ситуации вокруг башни, вернее церкви Святого Петра. Мне не нравится отношение церквей, здания отдайте им и платите за их же праздники, пишет Ева. Почему мне, например, самой нужно за свои же развлечения платить? Нет, если уж передали, то пусть сами и обслуживают, а если не могут, то нужно отчуждать собственность, говорит Ева об отношении церквей и недвижимости. Извините, это не церковь, пишет Леонид, а соборы. Не надо путать. Господин, лучше отдайте свою дачу. Это пожелание вам, господин Америкс. А вот что написала Валентина, что характерно из Англии. Как можно было так быстро поменять советскую идеологию на капиталистическую и демократическую? Они же очень противоположные. Спасибо. Господин Америкс. Я никакой идеологии не менял. То есть вы что, в чуриках сидели? С фигой в кармане, когда там на комсомольском соборе. А разве капиталисты сидят с чуриками? Нет, я говорю про комсомольское время. Нет, я поэтому говорю. Капиталисты с чуриками сидят. Но не все из них капиталистами стали из комсомольского времени. То есть они просто очень предприимчивые люди. Они имеют опыт, я еще раз говорю. Это большой отбор был тогда, и опыт набирали. То есть сегодня возможность также говорить и обосновать свою точку зрения, это очень много дает и в бизнесе. А вот смотрите, что пишут еще во всех странах. Памятники архитектуры охраняются и финансируются государством. Почему Латвия не пользуется европейским опытом европейских стран, а пытается все как-то халатно раздать? Можете спросить? Латвия, я думаю, пользуется. Конечно, мы небольшая европейская страна, но запросы от европейских фондов на реставрацию памятников архитектуры, я думаю, где-то несколько десятков этих проектов, в том числе и Домский собор, я думаю, и по церкви Петра тоже. А сколько получено всего городом Рига, например, за тот период, что вы работаете в Рижской Думе этого созыва? Ну, плюс-минус европейских денег из фонда Кахезии, структурных? Ну, я боюсь сейчас ошибиться, но это небольшие суммы. Это где-то несколько миллионов, может быть. Несколько миллионов евро? Да, на эти проекты. Кроме, может быть, транспортных, то есть, где дороги мы строим, там больше. А чисто на вот такие проекты где-то несколько миллионов евро. Вот можете согласиться с Русланом, который звонил еще до рекламы, если это кладбище церковное где-то на границе Латвии и России, то отношение такое совершенно неинтересное. Если в центре Старого города... Нет, здесь неправильно. То есть, здесь неправильное толкование. Я хочу уточнить. То есть, кладбищное хозяйство – это одна из обязанностей самоуправления. И самоуправление должна за бюджет, то есть, выделять, сохранять. Ну, это целая процедура. И сегодня в Риге два активных или кладбища, где хранят людей. Одна в Болдыра и другая в Яунсемсе. Ну, и есть много закрытых и полузакрытых кладбищ. Конечно, эти территории обхозяйничаются, чистятся, и, ну, то есть, держатся в порядке, охраняются. Потому что сегодня, как мы знаем, воруют даже эти скамейки, что там. Да вы что? Все воруют. А в Рижской думе? Что в Рижской думе? Не воруют ничего. Говорят, коррупция очень большая. Я сам не знаю, но вот мэр Рижской думы, Янис Биркс, когда вот сидел в этой студии, он говорил, что это большая проблема. Даже комиссия специально изборится. Ну, я думаю, что, то есть, не, как это, плохих людей везде есть. И не только в Рижской думе. А вы хороший человек или плохой лично вы? Это пусть другие судьи. А как вам кажется? Как мне кажется, когда кажется, тогда надо перекреститься. Опять вы про церковь, господин Америкс? Нет, нет, но если кажется, да, тогда что-то в непорядке. Я думаю, что я работаю и в соответствии своей совести. Господин Америкс, а вот, получается, комитет по вопросам имущества и приватизации Рижской думы, в общем, является первым звеном в цепочке принятия решений по очень иной раз дорогой собственности, которая есть объективно в Рижской думе. Там звенли, инфраструктура и так далее. Вот, а, соответственно, принимая решения по таким многомиллионным, даже, может быть, объектам недвижимости, рано или поздно может возникнуть искушение у кого-то. Вот у вас было такое искушение? Вы знаете, вот это опять из жандра детективов. К сожалению, надо сказать так. Потому что, чтобы сегодня в Рижской думе ни один, ни политик, ни чиновник не может принять решение одноличным, ну, то есть, как один человек. То же самое комитет, в котором 11 депутатов, это представители всех фракций, всех, и позиционных, и оппозиционных, зовите как хотите, депутаты всех фракций представлены в комитете. И когда вопрос обсуждается, он публичен. Когда он идет дальше, там несколько и юридических, то есть, чисто из административного аппарата все эти аргументы. И депутаты принимают решения публичные. После этого 60 депутатов еще голосуют. И чтобы Америкс, или Иванов, или Сидоров, или Петров хотел что-то добиться, Сидорова и Петрова нет среди депутатов Рижской думы. Иванов, правда, есть? Ну, Иванов есть, да. Значит, он должен, значит, более 30 депутатов убедить правильность или справедливость своего решения. Но есть же альтернативные способы убеждения, ну, коль скоро о коррупции в Рижской думе так заговорили политики. Ну, я думаю, что это коррупция, которая Рижской думы сегодня используется так же, как взаимные отношения политиков между собой. Я так считаю, потому что... А, то есть метод свести счеты, да? Вот о чем-то поговорить надо в куринке. Это мое мнение, потому что, то есть так же, как в полиции, или, не знаю, в судейской системе, или самоуправленческой... То есть вот исходя из вашего опыта, то что вы видели своими... Я думаю, что мы сегодня должны бороться со всеми этими процедурами. Но сегодня сказать, что Рижская дума самая плохая, и что там тогда, как я всегда говорю, мы по кустам всегда говорим, кто дает взятки или не дает, да? А по сути дела, сами ничего, ну, кроме слухов, не распространяем. И я сам сказал, если кто-то мне, скажем, даст факты по хоть одному чиновнику в департаменте собственности, я собственноручно его отведу в КНАП. А вы же не имеете права, это же коллегиальное решение, вы же не можете его задержать. Коррупции я отведу, хоть нарушу закон. Да. Господин Америкс, а вам ни разу не предлагали никто ничего, взятку не разу? Не предлагали. Никогда? Нет. А коллегам что, слухи-то ходят? А слухи вот спросите у коллег, я не распространяю слухи. Ну, у нас есть в любом случае комментарии от наших телезрителей. Александра Извигина связи. Александра, слышите? Это не столько комментариев. Прошу вас, говорите. Вообще, вы знаете, этот вопрос храма Петра, он не может быть имущественным спором. И никто не должен там голосовать или не голосовать. Вы знаете, по тасовкам всегда может быть. Строил город, строили люди, строили когда-то. Белгеры, простые люди. То есть это принадлежит государству, государству, народу. А ветераны, если там сейчас находятся и не платят, по крайней мере, хотя бы налог, они должны были благодарны. Но претензии предъявлять к этому храму, который никогда они не строили, и в 70-м году такие бешеные бабки тоже не вкладывали в такой ремонт. Многие из вас, может быть, еще маленькими были. В каком состоянии был этот храм? Это почти строительство. И вдруг сейчас его хотят передать. Как? Почему? Вы знаете, все-таки нельзя ставить этот вопрос на голосование всеми. Ни в коем случае. Не всеми в Думе. Ладно, до Сейма не дошло. Там закон был, но застрял он на комиссиях. Спасибо вам, Александр, за звонок. Несколько ваших электронных сообщений. Александр пишет, эти предприимчивые, закавычен, люди всегда сидят на теплых местах и дудят в дуду власти, которая на данный момент у руля. Им все равно, при какой власти воровать. Белые пришли, грабят. Красные пришли, грабят. Придут китайцы, будут грабить. А следующий собеседник пишет, главная мысль не раз прозвучала. Собор – собственность города. Что еще не отдает его в собственность только лишь Рижской Думе. Вывод один. Наши господа депутаты продолжают зарабатывать деньги. Теперь добрались уже и до церквей с соборами, пишет Дмитрий из Риги. А Валентина добавляет, ваш гость, судя по его рассказам, очень совестливый человек. С совестью выполнял работу в Комсомоле. Сейчас совестью выполняет работу в Сейме. Выполнял. И с совестью в Рижской Думе отдает собор памятник культуры. Совестливый вы человек, господин Америкс. Первые два сообщения не комментируйте. Так, я знаете, слухи распространяю, как вы сказали. Не, ну как, каждый человек имеет свою точку зрения. То есть вопрос, если сегодня хотеть мыть белье прошлого, конечно, кто когда был комсомолей, кто не был комсомолей, то те, которые не были комсомолей, сегодня считают себя героями, хотя, может, там сами во многом от всего. То есть просто не были предприимчивые люди, то есть они ничего не хотели делать, а зато не были комсомолей, значит, они герои. Вопрос не в этом. Вопрос, конечно, судит о том, что ты сделал или не сделал. Все. Я считаю, что в то время, когда я там был, комсомоль, студенческих отрядов, там как студент, я сделал очень много студенческих праздников. Я сделал очень много вещей. Хорошо, хорошо, и про красный-белокрасный флаг вы тоже рассказали. Не будем просто возвращаться. О чем скажем сегодня, тогда мыть это белье, они понимают. Давайте послушаем точку зрения латвийской евангелической лютеранской церкви, которая была высказана в интервью, правда, телефоном моему коллеге Данилу Смирнову. Зачем лютеранской церкви собор Святого Петра? Во-первых, церковь Святого Петра – это церковь. И это главная функция этого здания, это Дом Божий. И мы убеждены, что только церковь может гарантировать, что в храме проходят мероприятия, которые соответствуют христианскими ценностями и сути церкви вообще. И это самое главное, что действие также прихода должно быть первой функцией храма, а не одной из функций, которые там происходят. Это была точка зрения представителя Латвийской евангелической лютеранской церкви. Зачем лютеранам, собственно, лютеранский храм? Может быть, вопрос-то и звучит. 6735-743-1 для ваших вопросов. Два еще сообщения. Александр написал, господин Америкс, вы давали клятву советской власти, и был ли у вас партбилет? Спасибо, Александр Огре. Клятву не давал никогда. Такой клятвы не было, я не знаю, о чем. А в советской армии присягали? В советской армии присягал, да. А вот видите, да. А партбилет в партию не вступили? Был, был партбилет. А, был партбилет. Александр, был у него партбилет? Был. И Валдис написал, к твоему сведению, если ты забыл, ну, наверное, в мой адрес, в советское время, оно тебе симпатично, господи, сколько вопросов, на верующих людей и к церкви было уничижительное отношение. Тебе расшифровать слово уничижительное. С уважением, Валдис. А грехи искупаете, господин Америкс? Я не знаю. Тогда комсомольцы и партийные люди к церкви плохо относились. Вы тоже молодой журналист еще по, и, наверное, то время, когда, то есть, вот была независимость, это борьба, 90-е, начало 90-х, еще в школе ходили, наверное, да. Поэтому вы сегодня так гордо и боевито это можете говорить. Я знаю вопрос, работа мне такая. Извините, если они им кажется глупыми. Я отвечаю вам и тем, которые там говорят, потому что это обыкновенно говорят те, которые 18-20 лет, которые тогда еще, может, в детском саду или в школе ходили. А в то время было очень много вещей, которые надо было делать выбор. Давайте говорить о серьезных вещах, о том, что сейчас в городе происходит по части имущества и приватизации. Вот руководитель одного из департаментов, Олег Буров, подотчетного вашему комитету, получается. Он не руководитель. Он был руководителем. Был руководителем департамента, а потом он ушел по собственному желанию, сказал очень большое давление и с недавнего времени работает заместителем руководителя департамента. Вот как такое бывает? Человек, на которого пала тень, подозрения и так далее, пусть и словами, так сказать, оппозиции, а возможной коррупции где-то рядом с ним, опять через какое-то время принимается на почти ту же должность? Господин Мамекин, я расскажу вам и телезрителям один анекдот. Очень короткий. Про Бурова? Не, ну не про Бурова, а очень, то есть он сейчас будет. То есть когда жалуется один сосед на другого и пишет дом управления жалобу и говорит, вот мой сосед в ванне держит крокодила. Ну, создается комиссия, едут проверять, держит ли сосед крокодила в ванне или нет. И пишут отчет. То есть факты были проверены. И установлено, что они подтвердились частично. Ванна была, крокодила нет. Не было крокодила в случае с Буровым? Поэтому, если сегодня... Было ли не было крокодила в случае с Буровым? Говорите. Это может сегодня ответить только КНАБ. Если КНАБ сегодня ему налагает какой-то, скажем, штраф там за вот нарушение вот тех всех его обязанностей, тогда понятно, он может обжаловать и бороться. КНАБ больше полгода проверяет в ними вот это, если был ли крокодил или не был, да. А по сути дела сегодня это уже, ну, скажите тогда, да или нет. А человек сегодня принят на работу одним из чиновников департамента большого. Замруководителя? Да, это принимает директор, потому что только директор в соответствии с положением несет ответственность за всю работу. И если сегодня... Вы любите русский фольклор? Пословицу есть, сказал. Хорошо, да. Рука руку моет и обе лицо. Это про Рижскую думу? Вы знаете, не делайте из Рижской думы сегодня образ оборотня, да, или чего-то другого. Рижская дума работает по тем возможно... И те люди, которые там работают, общее количество людей более 20 тысяч, и не надо из них делать оборотней. То есть вопрос такой, если есть нечестные люди, конечно, с ними надо разбираться. Но надо разбираться не как вот там, может, тысяча лет назад. Ну, а как? Вот тогда, если есть сегодня, как я говорил, доказательств, давать тогда их на стол, и человек должен сидеть или в тюрьме, или тогда он должен быть оправдан. А не год, просто... Два чиновника из департамента развития посидели в тюрьме, потом были отпущены. Ну, я думаю, что суд будет. А почему в кабинете вашего коллеги Эдмунда Красненьша проводился обыск некоторое время назад? Еще мне этот вопрос задали. Но вы-то больше знаете, чем я. Вы-то каждый день в думу ходите. Еще другой есть анекдот по этой шубе, да, там, тебе украли, или ты украл, ну, что-то было, да. И вот на этом сегодня что-то было. Ну, Кспин Америкс, в вашем же кабинете обысков не было, а у Красненьша было. Вот почему? Ну, тогда спросите у Красненьша, почему у него было. Потому что вы просто совестливы, как Валентина пишет. А у меня нет? Еще раз говорю, давайте не путать сейчас сладкое с супом. Давайте. Кстати, тезка господина Красненьша, Эдмунд из Риги, звонит прямо сейчас. Эдмунд, слышите? Я слышу вас. Прошу вас, говорите. Вы в эфире, здравствуйте. Я смотрю эту передачу, мне очень интересно. Он, как сказать, этот, как сказать, коллега, спереди вас сидящий, он вас обвиняет, что вы там молодой и ничего не понимаете. Но я соратник, то есть... Депутаты. Ну, депутаты, депутаты. Сегодня депутаты, завтра не знаю, что. Ну, ладно, хорошо. Это очень хорошо, что он так очень хорошо говорит. Я соратник. Тоже 61-го года рождения. И я знаю, какой он был заядный комсомолец. Как он нас дручил, блин. Это вообще я не знаю. Ну-ка расскажите, это кого? На собраниях комсомольских? Есть те, в всяких этих комсомольских собраниях, этих студенческих отрядов, он был такой. Я не знаю. Вот он сейчас говорит так очень умно. Эдмунд, а господин Америкс говорит, что он с красно-бело-красными флажками ходил на эти собрания. Да, я не знаю, где он ходил этими, может быть, по погребам он ходил. Да, я не знаю, да. Но когда он, я не знаю, может быть, 90-х в каких-то годах, когда он писал, что у него это тоже там, у него там эти, приход, то есть у него 400 латов, да, и он там строит 4 дома или сколько, 3 там, да. Это тоже было очень интересно. И то, что все люди приемчивые, я тоже очень приемчивый, но я там не оказываюсь, я не знаю, как можно это получиться, да. Эдмунд, и очень коротко, прошу, время поджимает. Вы сказали, господин Америкс, как вы сказали, дрючил. Вот в чем это выражалось? Ну, вот так что, я не знаю, он читал, не читал, но у него были такие заходы всякие по этим комсомольским линиям, ну, я уже не буду там повторяться или как-то там сказать, я уже сам тоже это все забыл, да. Но так что у него было это все, надо было делать, надо все было доказать, надо все было убедительно все это сделать. Ну, как это может быть, что сегодня комсомолец, а завтра идет в церковь? Я не понимаю, вот это я не понимаю. А вы знаете, говорят, раскаялся человек, даже блудница раскаивается. Ой, октябрь, я тоже был комсомольцем, я не лезу, я ничего такого не делаю. Я был маленьким комсомольцем, было такое время, но сейчас это выгораживает, что вот я был таким большим и сейчас скажу церковь. Хорошо, Эдмунд, если бы зависело только от вас, вот решение бывшего комсомольца Эдмунда передавать Литеранской Церкви Собор Святого Петра или оставить собственности города, ваше мнение? Вот тебе обсуждение, вот спросили вопрос. Я думаю, что по существу оставить городу, как и было, авесо, пусть поют, пусть танцуют. Спасибо, это был бывший комсомолец Эдмунд, который помнит комсомольские собрания с участием господина Америкса. А вот что написал Геннадий, в том-то и беда нашего государства, что нами правят бывшие комсомольцы и коммунисты. Они никогда не изменят своего отношения, я смотрю на все это с отвращением, и поэтому уезжаю в Англию. Геннадий, господин Америкс, а сколько партий вы сменили? Пусть он не уезжает в Англию, а сам идет здесь и работает. Вот всегда проще сказать, критиковать, иди и работай. Господин Америкс, а сколько партий вы сменили уже в постсоветское время? Я имею ввиду латвийских политических партий. По-настоящему два. Две. Потому что я вступил в партию Народного Согласия, был одним из их учредителей. В то время, когда это было в 5-м Сайем, в 93-м году. Это Адзимшина, Таута Саймнексе? Ну, это тогда было объединение. Ну, это было объединение просто людей, там много общественных организаций было. Но после этого, после ПНС, я был в Саймнексе. До того, как мы ее преобразовали, она ликвидирована была, эта партия. Ну, и сейчас первая партия. А вот если первая партия, знаете, социологи говорят, рейтинг не очень высокий, но не пройдет на следующих выборах в Европейский парламент, самоуправление в июне 2009 года. Вот чем вы будете заниматься, если вы вдруг перестанете быть выборным политиком? Ну, если, то есть, не пройдет, это такая возможность всегда есть у политика, что, то есть, политики не только выигрывают и проигрывают, тогда я буду решать, что я буду делать. Господа Америкс, и некоторое время, последний вопрос, коротко прошу ответить. Я составил такой в дружеской переписке с вашим советником, и вот он говорит, что вы часто ездите по службе в командировке. Вот как часто, например, последние две-три страны, которые вы по делам службы посетили, и что вы там делали? Последняя командировка была по приглашению президента, президент посещал Хорватию. А до Хорватии? В Хорватии это вот сейчас было. Вы говорили последнюю, последняя была Хорватия. С президентом? Да. Спасибо огромное. К сожалению, эфирное время говорит нам, что пора заканчивать. Мне уже кричат в ухо, что я даже перетянул. Искренне благодарю вас, Андрис Америкс, депутат Рижской думы, гостил целый час в программе «Без цензура». Спасибо. Спасибо за то, что смотрели. Если все пойдет так, как мы задумали, завтра в программе «Без цензуры» Ивр Бычкович, председатель Верховного суда Латвии. Ну а прямо сейчас программа «Вечер новостей». Встречайте. 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 Без цензуры. Встречайте. Встречайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова